Давай, Юр, по интернет-торговле. Листалочку, я буду тебя немножко поддерживать снизу. Я объединил в докладе несколько релизов. Объединил релиз 14 и 14-5 версии, потому что мы считаем, что это одно целое и дальнейшее развитие того, что мы начинали в 14-м релизе. Самое главное нововведение, что рынок развивается и на рынок приходят магазины, которых не было раньше. Если раньше бизнес строился в интернете в основном на продаже штучных товаров, магазины были в основном электроники и работали в основном с электроникой, то сейчас стали приходить лекарства, продукты питания, одежда и так далее, что влечет за собой какие-то изменения, которые нужны для магазина, для отображения данных товаров. Мы выпустили адаптивный шаблон, адаптивный дизайн, обновили магазин, добавили новые компоненты. Не будем детально останавливаться. Вы думаете, случайно такие фотографии? Конечно нет. Добавили навигацию, сделали новое меню, которое показывает в каждом конкретном разделе свою картинку. То есть перемещаясь по меню, вы видите картинку на конкретном меню. Изменили представление товаров. Список товаров стал показывать конкретные размеры, конкретные цвета. Цвета можно и размеры переключать. Соответственно, будут меняться цены, будет меняться картинка. Информация будет изменяться в зависимости от того, что выбирает клиент. Небольшой видеоролик, который показывает, как происходит это. То есть мышка перемещается, меняется картинка, получается, как бы картинки пляшут. А я помню, вы что-то переверстывали эти шаблоны, чтобы они были поудобнее для адаптации. Да, они адаптированы под все разрешения. А с какой версии мы… С 14 версии они сразу начинали работать в адаптивном режиме. Карточка основного товара, то есть детальная страница отображения товара, тоже была изменена. Добавились так называемые бренды. Тоже появилась возможность выбирать конкретные цвета и размеры. И добавилось купить набор. Соответственно, можно какой-то дополнительный товар продавать с основным товаром. На наборах мы еще детально остановимся. Мы обновили стиль на работу с торговыми предложениями. Это повлекло за собой бурный рост использования торговых предложений. И понадобился механизм, который позволяет создавать очень быстро торговые предложения. К нам поступали магазины на анализ по производительности, где торговых предложений в одном элементе было до нескольких тысяч. То есть, чтобы быстро их сгенерировать, мы сделали генератор торговых предложений, в который можно задать основные данные, запустить генерацию. И все остальные данные будут автоматически подставлены во все торговые предложения. То есть, достаточно за небольшое время вы можете сгенерировать все торговые предложения, которые вам нужны по всем свойствам, которые есть на данный момент у вас на складе. То есть, вот сейчас выбираются свойства, добавляются изображения. Для синего цвета, для оранжевого выбираются картинки. Картиночки сейчас выберутся. И будет запущена генерация. То есть, за несколько секунд мы сгенерировали все торговые предложения для всех расцветок, всех цветов, всех размеров. То есть, фактически очень быстро можно сделать данную операцию. Не будем здесь останавливаться. Дополнительно появились комплекты. Комплекты позволяют вам делать продажу того товара, который должен быть собран из каких-то комплектующих. То есть, вы можете продавать мебель, вы можете продавать компьютеры и так далее. То, что нужно собирать из чего-то раздельного, что хранится в виде раздельных компонентов у вас на складе, вы его продаете как объединенный элемент в виде конечного изделия. Появились наборы. Наборы – это визуальная составляющая. Они позволяют вам давать возможность клиентам выбирать, какие дополнительные товары они хотят купить, что поднимает средний чек по покупкам. Позволяют выбрать из какого-то списка другие наборные элементы, которые вы можете предложить клиенту. Все это попадает в карт-зину в виде отдельных элементов, где клиент может уточнить дополнительные детали. Он неправильно выбрал цвет, неправильный выбор размер и так далее. В чем плюс набора? Вы выбираете конкретное торговое предложение. Если это одежда, то выбираете все одного размера, который выбрал клиент. То есть фактически, если клиент хочет 36-й размер, то все остальные комплектующие будут тоже 36-го размера. Еще одним из больших изменений, которое появилось в магазине в 14-й версии, это возможность поддержки единиц измерения. Я уже говорил, что появляются магазины, которые работают с продуктами питания, работают с какими-то нестандартными вещами, и единицы измерения дают возможность использовать данные продажи. Адаптивный дизайн. Здесь небольшой ролик, который демонстрирует, что магазин одинаково работает как на телефоне, так и на планшете. Мы поддерживаем адаптивный дизайн с разрешения iPhone 4s, то есть достаточно маленькое разрешение, до планшетов и обычных компьютеров. Появился большой блок, связанный с SEO-оптимизацией магазина. Появилась возможность настраивать гибко SEO-свойства, SEO-метатеги, которые будут наследоваться от инфоблока вниз, по нисходящей до конкретного элемента. То есть выбираются определенные правила, правила автоматизированные, подставляются значения, и создаются какие-то названия, заголовки, метатеги, которые отражают именно суть конкретного товара, которому они наследуются. Вот здесь выбираются названия, выбирается минимальная цена, выбираются расцветки. Вы внизу видите сразу, что элемент показывает то, что увидит конкретный клиент, вернее то, что в браузере будет отражено в виде метатегов. Вообще-то очень сильный инструментарий оказался, и сильно автоматизирующий, и вообще очень полезный для SEO-шников, очень востребованный, да, прям шикарно. Мы ускорили поиск, дали возможность подключать к поиску нашу виртуальную машину, стал использовать Sphinx для подключения. Настройка очень простая, три шага, установить поисковый индекс, в настройках указать адрес поискового индекса и переиндексировать сайт. Машина подключается из пункта меню виртуальной машины. Другие технологии, которые дадут возможность вашему магазину развиваться дальше и лучше. Это уже про 14 лет ты пойдешь? Да, это уже фактически идет по 14. Нет, еще 14, чуть-чуть. Появился инспектор сайтов. На данный момент подключено более 20 тысяч сайтов. А поднимите руку, кто пользуется? Которые инспектируются. Очень здорово. А можно спросить, кому он предупреждал, что ваш сайт работал? Потому что через монитор вы узнали, что он не работает? Вау! Бедные хостеры, да? Не, на самом деле, Вадим тут недавно тоже говорил. От мониторинга узнал, что его сайт не работал. Кроме недоработоспособности сайта, поддерживается еще и то, что домен заканчивается, что очень немаловажно. Даже крупные компании забывают иногда продлить свой дом. А мне больше всего нравится, что это бесплатно. Ну реально, ведь это же бесплатно в продукте. То есть польза для клиента, и она… Уведомление может приходить на мобильный телефон, то есть, соответственно, настроив это уведомление через наше бесплатное приложение. А вот тут мне кажется, что недооценено мобильное приложение. Можно все-таки попросить поднять руку, кто пользуется мобильным приложением для нотификации этих. Вот видите, мало. Очень мало. По e-mail мы вроде получаем, а пуши не получаем. То есть мало подключаем мобильное приложение для администрирования. О любом приложении подключите, будет достаточно. Причем в этом приложении появилась возможность настраивать несколько сайтов. То есть вы можете загнать туда все свои сайты. Если кто-то из вас администратор, который следит за тем, чтобы сайты работали, то вы сможете отслеживать все эти сайты. Так, поехали. Мы немножко отстаем. Автоматический бакап. На данный момент уже 19 тысяч клиентов использовали. И тоже, попрошу, поднимите руку, кто пользуется. Красота. А вы вообще оценили красоту игры, что мы сами с улицы помогаем сайту забэкапиться? Это вообще ведь просто вещь. Крона нету, а он бэкапится. 23 терабайта данных в облаке уже хранится. Более 23 терабайт. Это уже технологии 14.5 релиза. Ускорение. Композитный сайт. Давай не будем на этом детально останавливаться. Реалтайм обмен. Тоже останавливаться, наверное, не буду. Мы поговорим об этом в отдельном. А ты что? У тебя по e-commerce где? Сейчас будет. Не, это пропускай все. Все. Очень многие просили, чтобы мы убрали обязательные поля. Это были поля фамилия, имя, email, местоположение и так далее. На данный момент email убран. То есть main уже поддерживает. Главный модуль. Чуть-чуть попозже это появится возможность в сейлорде аяксе. То есть вы сможете делать гибкие заказы, гибкие обработки заказов. Мы чуть-чуть задержали эту функцию, задержали ее по причине того, что мы начали рефакторить местоположение. Мы все-таки хотим сделать, чтобы местоположение имели возможность опускаться вплоть до квартиры. То есть можно будет в местоположениях использовать улицы, дома, квартиры и так далее. То есть уровней будет бесконечно много. Гибкая работа с заказами тоже выйдет чуть-чуть попозже. Вы сможете разделять заказы на несколько, делать дополнительные отгрузки. То есть заказом можно будет работать полностью на сайте. Вы сможете отгружать с разных складов, делать несколько отгрузок клиентам и так далее. Можно вопросик по поводу сейлорде аякс? Когда изначально его выпустили, когда был выбор адреса в строку, но не списком выбирался местоположение регион-город, а именно в строчке, пропадал способ доставки. Такой глюк наблюдался на многих проектах. Вот этого сейчас нет, это точно исправлено. Сейчас есть немножко другой глюк. Просто сейчас все подключали. Когда города. Ребята, технология усложняется. Ошибки всегда бывают, мы их очень быстро и достаточно исправляем. Потому что вот этот компонент, наверное, один из самых востребованных. Фактически его почти не кастомизируют. На 90% сайтах он в некастомизированном виде используется в дефолтных шаблонах. Появилась настройка сужения региона. Мы же разве доделывались с почтой? Без e-mail и без других вещей. Там же еще не все доделывалось. Мы сделали в мейне настройку. Теперь настройка здесь появится. В компонентах должна появиться, да? Там уже это есть, просто пока e-mail обязательно все-таки требуется. Но это доделывается. Появилось сужение региона. Вы можете для своего магазина настроить, с какими регионами вы будете работать. Нам понравилась данная схема, но не понравилась реализация, что она не гибкая. То есть настройка была жесткая под конкретный сайт и достаточно трудно было выбирать. Мы как раз в новом решении сделаем ее более гибкой. Настройка делается в глобальных настройках интернет-магазина. Вы можете указать, с какими городами, регионами работает ваш магазин. Добавились новые схемы доставок. Это автоматизированные службы доставок с возможностью отправки заявки в автоматическом режиме в конкретную службу доставки. В данный момент реализован полностью ПЭК. То есть вы можете оформить свои заказы, в конце дня запустить обработку и все заказы в автоматическом режиме отправить в ПЭК. Автоматически получите все трек-номера. Эти трек-номера будут отправлены клиентам в виде письменных рассылок или они могут увидеть их в детальной информации о своем заказе в публичной части. То есть полностью автоматизировать работу своей службы доставки. ПЭК может принять заявку и приехать к вам в офис забрать коробочки. Вам останется их только упаковать и передать менеджеру данной компании. Планируются добавиться деловые линии, сдек и мультишип яндексовский. Какой? Какой? Ого! Желтур экспедиция. Если честно, даже... Для доставок по регионам. Даже такую компанию не слышали. Мы тогда... Если вы их знаете, вы их... Мы знаем, они дают удобные интерфейсы для расчета доставки. Мы уже последние две конференции просили обращаться данным компаниям к нам, чтобы обсудить, кто будет добавлен. У нас тут проблема не только в том, что дают они удобный интерфейс. Нам важно, чтобы они давали нормальной API для использования. Тут же дергаются их сервера фактически. Если API у компании не подходит, то, к сожалению, добавить его невозможно. Можно пока микрофон еще один вопрос задать? У меня вопрос такой. Вот этот шаблон магазина, который... В общем, вот этот. Удобный, такой ненавязчивый, вроде симпатичный. Адаптивка хорошая. Там бы местечко еще сделать для логотипа. Потому что, когда сами начинают, что-то внедрять все равно что-то криво получается. То, чтобы вообще уже неправильно сразу... Чтобы вообще ничего не делать, да. Отдать клиенту, они вставили логотип и продать это, и получить деньги. Ничего не делаем. Мне кажется, прекрасная идея. Идея прекрасная. Почему не была вставлена картинка? Картинка не была вставлена, что мы не сможем ее гибко смасштабировать под адаптивный дизайн. Так как этот шаблон универсальный, и вот, как вы говорите, его обычно почти не кастомизируют. Мы видим очень много магазинов, отданных фактически на этом шаблоне полностью клиенту. Чуть-чуть цвета изменяются или еще что-то. То вставка картинок убивает вот эту адаптивность. Потому что люди стараются воткнуть почему-то все побольше, побольше, покачественнее. И оно... Ну вот, если бы все так думали, как вы. Появилась новая корзина. Большая она вышла. Появилась возможность в корзине перечитывать в автоматическом режиме все действия. И все по СКУ доделали в корзине. Да. По СКУ доделали все в корзине. Это было круто. По СКУ доделали все в корзине. Теперь наконец-то мы сможем приступить к дальнейшему развитию ее. Она сейчас полностью пересчитывается, меняются цвета, размеры и так далее. Автоматически проверяется купончик. Появилось изменение и в маленькой корзине. Кроме того, что она обновилась, она стала показывать сколько товаров внутри данной корзины. Она еще дает возможность тем, кто покупает шаблоны достаточно дешевые на теплом остре. И где забывают в шаблоне поставить корзину, дает возможность включить в такие шаблоны корзину. То есть корзина появилась плавающая. Она может плавать в том месте, в котором вам интересно. И шаблончик к ней перекрывается. То есть в шаблоне забыли добавить корзину, вы ее добавляете в один клик фактически. Появилось расширенное отображение корзины в каком-то столбце. То есть вы можете ее добавить в виде столбца. Она в таком же виде может и в всплывающем окне быть, но это немножко загораживать будет уже конкретно ваш сайт. Добавились три новых компонента. С этим товаром рекомендуют. Последние просматриванные товары. С этим товаром покупают. Эти компоненты сделаны по технологии нового ядра с возможностью наследования. Кто хочет посмотреть, как это все работает, можно на данных компонентах посмотреть, как это все сделано. То есть там используется новое ядро, используется механизм наследования. Все картинки, все какие-то механизмы, которые схожи и похожи во всех компонентах, используются как одно глобальное целое. Тут несколько вопросиков. Давай подадим. Да, насчет корзины. У меня пару вопросов возникло в последнем проекте. Во-первых, там появилась возможность, я не помню, если честно, в 12 версии или уже в 14, добавлять некие подарки по условиям, то есть работать с корзиной. Подарки пока не вышли, потому что мы ждали новую корзину, она вышла, вот сейчас подарки скорее всего выйдут. Да, да, да. Мы анонсировали их, но потом отложили из-за того, что корзина не могла их гибко обрабатывать. И еще там ранее вопрос возник по скидкам. То есть если сдается для отдела товаров, например, какая-то процентная скидка, то можно ли реализовать как-то, чтобы цену можно было округлять хотя бы до сотен? Потому что клиенты некоторые не нравятся, когда вот… По умолчанию в корзине сделано так. Если округление, если у цифры нет после запятой цифр, то округление будет до целого. Ну да. Либо в маркете есть решение, которое округление какое-то гибкое дает. Пока в продукте невозможно это сделать. Тут уже не сколько корзина должна за это отвечать, а настройки сделаны должны быть более глобально. То есть как это работает. Мы пока сделали по умолчанию так, что вот 4 знака, если есть знаки, показываются. Нет знаков после запятой, не показываются. Пока в таком простом варианте. Спасибо. Изменился компонент топ элементов. Он стал из нескольких видов. Как бы представлять несколько видов. Это центральный верхний баннер, это слайдер на 4 элемента и сплошной список товаров. Все шаблоны адаптивные, все содержатся внутри одного компонента топ элементов, выбираются в виде настройки в выпадающем меню. Мы изменили и переработали представление списка заказов в публичной части. Оно поддерживает все нововведения, которые были в новом релизе. Одно из самых главных нововведений данного списка и вообще данного представления, это возможность показывать, какой конкретный цвет или размер купил человек. То есть это поддержка торговых предложений. И передача трек-номера из службы доставки. То есть у нас в админке можно показать трек-номер, или вы его через пэк, например, получаете в автоматическом режиме, клиент его автоматически увидит. Вдруг не дошло письмо, он зашел в заказ, он может увидеть свой трек-номер. Изменения по хайлот инфоблокам. Вадим про них рассказывал, я, наверное, пропущу. Доработки сделаны были по SEO, визуальный редактор. Слушай, напомни, пожалуйста, со службами доставки. Мы же как-то автоматизировали, что мы фактически с пэка получаем трек и информируем клиента о всех статусах движения заказа. О статусах мы всегда информировали. Но это нужно было руками делать. А теперь мы через API получаем с пэка статус заказа. То есть он там прошел город, доставлен службу доставки и так далее. Да, у пэка очень гибкая API, они предоставляют детальную информацию о том, где движется заказ. Всю эту информацию в виде писем клиент получает к себе на e-mail. Если подписан на телефон, то есть если он указал на телефон, телефон уходит в пэк, то он еще и смс-ки получает. А вот на самом деле у Почты России в мобильном приложении сейчас тоже появился трекинг. Они в API еще ничего не дали? Они в API его не дают, его надо вдергивать. Там все не очень хорошо. Ну, может, дадут. Ну все, по e-commerce ты уже прошел. Давайте ему вопросики. Я хочу, кстати, сказать. Все, что касается e-commerce, продукта, пожеланий, округления цены либо других вещей, пожалуйста, задавайте вопросы Юре и в перерывах, и между докладами. Обязательно влияйте на него, потому что их задача продуктового отдела собирать эти фичи, собирать ваши пожелания и правильно потом встраивать в продукт и реализовывать. Я видел вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос в магазине, который стандартный шаблон и демо-версии предлагаете. Меня интересует компонент сравнения. Вот если честно, у меня позвонил клиент и сказал, что он все включил, и он не включился. Все верно. Компонент сравнения пока недоступен в новых шаблонах, в обновленных, и можно использовать либо старые 12-й версии, в 14-й 5 пока шаблонов их нет. Он появится буквально на днях, верстка уже сделана, идет интеграция этой верстки. Здравствуйте. Дмитрий, Альфа Тим, Красноярск. Вопрос по интеграции с 1С, на самом деле он такой объемный. А у нас будет отдельный доклад. Да, у нас будет доклад, может, мы там поздравляем. Тогда я один короткий по заказам. Он тоже интеграция касается, но по заказам. Будет ли возможность выгрузки документов с 1С, а не только статусов? То есть вот тех же счетов, актур, накладных. Куда их выгружать? Вот вы их выгрузили в бус, что с ними делать? Нет, они отображаются в личном кабинете пользователя у заказа под статус. Давайте мы с вами в кулуарах это обсудим. Это такой вот скользкий вопрос немножко, серьезно. Непонятно, что с ними делать. Мы догнали, например, оффлайновых клиентов до буса, а дальше что с ними делать? Чтобы клиент мог скачать документы, скан счета. Они автоматизируют B2B бизнес. Я понимаю, но 1С не дает возможность. Это банальный функционал. Давайте лучше в кулуаре. Хороший вопрос, спасибо большое. Здравствуйте, Валерия Алексеева, Центр высоких технологий. У меня вопрос, а каким образом вы вычисляете с этим товаром покупают? Это настраиваете вы сами вручную. Вручную? Там идет связь, вы говорите конкретно, какие товары вы показываете. Почему? Вы же говорили просмотры. А с этим товаром покупают? По продажам? По продажам. То есть с этим товаром конкретно, когда делается покупка, вы настраиваете количество этих покупок. Вы можете настроить еще какие-то параметры и это автоматически выводится. Параметр компонентов. Кстати, большое изменение в этих компонентах. Если раньше они работали с отложенной схемой, то сейчас это фактически работает мгновенно в реалтаймом режиме. То есть купили товар, он сразу же показывает, что с ним что-то покупали. Этот же клиент это может увидеть сразу. Лапина Анастасия, Первый бит Москва. Скажите, пожалуйста, а будет ли у вас интеграция с PayPal адаптивными платежами? То есть, к примеру, у нас совершается платеж и платеж делится на какие-то дробные части. К примеру, 99% там уходит одному платежику, 1% заветному уходит другому платежику. Будет ли это реализовано? Вот такой схемы может быть не будет, но мы разделенные платежи делаем. Как раз идет рефанкторинг модуля платежных систем, и там мы разделенные платежи будем делать. То есть параллельные последовательные платежи будут реализованы? Да. Разделять по нескольким клиентам мы их не будем, но частично оплату можно будет делать. Добрый день, Дмитрий Кодекс. Вопрос следующий. Про наследование компонентов. Хотелось бы более четко понимать, как вы это планируете сделать. Я понимаю, что это уже работает, да. Но в большинстве компонентов используется все равно компонент PHP. То есть мы не можем взять и просто наследоваться от класса и изменить свою бизнес-логику. Вот более детально это можно подойти к Алексею Кирсанову. Или вот к Максиму. Это звучит угрожающе. Они вам очень детально расскажут. Алексей вот, например, контролировал разработку вот этих новых компонентов. Он точно знает, как это все сделано. Но у нас будет там один доклад, где Алексей будет рассказывать про, как мы модуль переделываем на D7 по диску. И там как раз будет про компоненты. Может там зацепим еще раз. Ну вот Максим прям вызвался пообщаться. Воспользуйтесь. Так, я предлагаю. Поехали дальше.